Доброе, Раница, Беларусь! Доброе утро, страна! Нина Мажей, Кольга Венская. Приветствуем вас в обновлённой студии программы Доброе, Раница, Беларусь! Это утро понедельника, 25 сентября, и это специальный эфир, дорогие друзья. Ну, если студия обновлённая, то, что точно останется константой, то это наши сюжеты. Согласитесь, сюжеты в Доброе, Раница, Беларусь какие-то особые, настроенческие, игровые. Это не только и полезная информация, комментарии специалистов, но и всегда то, что подзаряжает нас хорошим настроением. И именно поэтому мы сегодня в наш специальный эфир пригласили особых гостей. Их фамилии и имена вы точно слышали. Наталья Хомич, Даниил Мышковец и Матвей Личонок сегодня у нас впервые в прямом эфире. Ура! Я скажу так, и слышали, и видели. Даник, Наташа, Матвей, доброе утро вам! Доброе утро! Ну вот расскажите, вы первый раз пришли в студию Доброе, Раница, Беларусь, прямой эфир. Каково это по ощущениям? Поделитесь. Это волнительно. Такой адреналин есть. Ну еще спали? Хорошо? Не спали, не ложились. Я спала полтора часа. Ну, я уже не в первый раз, девчонки, с вами в прямом эфире. Тяжело всегда встается, вы сами прекрасно знаете, на прямой эфир. Ну, как-то мы через себя переступаем. Но у нас есть мотивация. Когда есть вообще цель и мотивация, встается легко на самом деле. А более того, мы себе удлиняем день, удлиняем жизнь тем самым. Так что присоединяйтесь. Ну, знаете, раз уж мы собрались, давайте поговорим про работу, вот как мы любим. Да, вот как в ТВ-кафе, когда мы встречаемся. Наташа, давай начнем с тебя. Ты у нас единственная лейзи на этом прекрасном диване. Расскажи, пожалуйста, ты ведь уже не первый год работаешь в программе Доброе, Раница, Беларусь. Помнишь свой первый сюжет? Я помню, что, по-моему, это было что-то о крещенских праздниках. Так, может быть, крещенские морозы, окунание в прорубь. Да, 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 окунание в прорубь. Я в тот раз не окуналась. На самом деле, у меня был такой момент, когда я очень планировала, очень хотела это сделать. Но меня отговорили, потому что я очень маленькая, и, к сожалению, нет на меня специальных костюмов. Вот так вот. Ну, я к чему? Что Наташа начинала социальные тематики и, в общем, продолжает активно работать именно в этой теме. Но ведь есть такой нюанс, когда вот темы, в общем-то, бывает, ну, кризис жанра, да, и творческим людям приходится искать. Как ты находишься? Чем ты вдохновляешься? На самом деле, журналистика – это про людей и о людях, и для людей. Поэтому вдохновляют меня мои телезрители, герои, эксперты. Я открыта в общении, и они мне постоянно пишут в социальные сети, предлагают какие-то свои темы. Естественно, если они подходят, с удовольствием снимаю их, и я получаю огромную благодарность от своих зрителей и от героев. И это очень ценно для меня и радостно. В общем, попробовав раз, остановиться невозможно. Это и про нашего замечательного Даника Мышковца, который на самом деле активно поет. Мы-то с ним и познакомились на нацсотборе на «Славянский базар». И в один прекрасный момент Даник вдохновился телевидением и стал корреспондентом нашей утренней программы. Расскажи, Даник, давно же это было, да? И с тех пор себя не остановить? Ну да, в 21-м году. Это просто у венской имажейка такая энергетика, понимаете? То, что всегда за ними идешь и назад не оборачиваешься никогда. И это прекрасно. Но вот с тех пор же множество сюжетов с тобой снято. Какой, на твой взгляд, был самый, возможно, оригинальный? Там запомнился, съемки, может быть, экстремальные? Вспомню два. Это поход к медведям был в зоопарк с блинами, если вы помните. Прям в клетку, что ли, заходил? Упаси Боже. Ну, конечно, заходил, но они были в вольере. Моя мама приготовила блины. Я отнес эти блины медведям. Это было в районе 8 марта. И последнее было недавно. Это как меня отряд зубы рыскал в лесу. Так. Нашли? Все нормально? Да, кинолог. Меня собака Дарк нашла. А ты себя еще и нашел на телевидении. Это прекрасно. Не знаю. Мне кажется, что это какой-то сюжет, достойный, ну, например, Шишкина, например. Это я так пытаюсь перевести тему, подвести к нашему прекрасному гостю. Сегодня у нас еще и Матвей Ильичонок, который по четвергам учит нас понимать искусство. Это, знаете ли, непростая задача. Матвей, кстати, сам художник. И надо сказать, что это же очень всегда сложно рассказать про искусство. Обычно художники закатывают глаза, когда ты говоришь, а в каком вы жанре работаете? Они говорят, предоставьте это искусствоведам. Вот что для тебя самое сложное в твоей рубрике при подготовке? Вы знаете, на самом деле художник, который рассказывает про искусство, это достаточно уже, ну, априори сложно, потому что, в принципе, соединить теле, именно теле, аудиожурналистику и искусство, это практически из ряда вон выходящего. Потому что самое сложное было для меня в работе над рубрикой понять, что, в принципе, есть зрительская самоидентификация, и не каждому человеку интересное искусство. Ведь так. И сделать так эти 2-33 минуты, чтобы, в принципе, было интересно любому. И искусствоведу, и рабочему, и, ну, обычным людям. Ну, то есть, это самое сложное, на самом деле сложное. Ну, и самое интересное, потому что, когда, благодаря вам, картины с нами начинают говорить, мы столько всего интересно узнаем, невозможно остановиться на каком-то одном полотне, хочется снова и снова. Может быть, в новом сезоне уже готовы удивлять нас какими-то конкретными работами художников? В новом сезоне, да, произойдут в рубрике изменения, будет больше отечественного искусства, больше белорусского искусства. Мы начнем менять локации. Я думаю, что в этом сезоне, кроме Национального музея, и хочется сейчас сказать спасибо Ане Владимировне Кононовой, это новый директор нас музея, которая это все, как бы, допускает и разрешает. Предоставила пространство, в конце концов. Да. Вот. Но мы будем выходить за простор в музее тоже этой площадки современных искусств и так далее. Ну и сказать, что из нового, наверное, в том числе мы будем работать больше, ну, опять же, на отечественном искусстве, через которое мы будем подавать уже и современное искусство, и европейское искусство, и мировое искусство. Ну, ты бы заинтриговали. Давайте вернемся к работе корреспондентов, да, потому что это же не только съемки, это еще и длительные монтажи. А я понимаю, сюжеты бывают разные. Бывает монтаж делаешь и за 4 часа, а бывает и за день не справишься. Наташа, вот как у тебя, расскажи, возможно, поделись опытом таким журналистским. Самый длительный монтаж в твоей истории? Самый длительный, я думаю, часов 6. Так. Ого. Да. То есть так не вставая практически. На самом деле, я очень придирчива к своим сюжетам, и монтажеры иногда хватаются за голову, Наташа, сколько раз можно уже все это исправлять. Эх, раз. Еще раз, еще много-много раз. А потом правки приходят, и по-новому. Ну, правок у меня, надо признать, мало бывает. Наверное, потому что я сама очень много раз все исправляю, пересматриваю по 10-15 раз до того, как он выйдет в эфир. Одним словом, Надя, Юра, Таня передаю. Да, да, спасибо большое. Если что, это наши видеоинженеры, да, ребята, прекрасные люди, которые все это терпят, надо сказать. Да. Даник, ну, ты совмещаешь, кстати, получается, работу на телевидении еще и артистическую карьеру. Когда нам ждать от тебя песню, признавайся? Скоро. Совсем скоро. Недавно сольный концерт отгремел. Нужно пока еще что-то, знаете, отдохнуть немножко. Уйти в работу сюда погрузиться, потому что, ну, понимаете, что распыляться тяжело. Нужно на что-то одно делать упор, ну, в определенный промежуток времени. И вот сейчас, пока я в телевидении. Ну, хорошо. Ну, намекни хотя бы, о чем будет песня. В премьерной. Оля, о чем у меня еще могут быть песни? О любви. О любви в телевидении. Конечно же. Делаю тебе такой хит, потому что такой хит только в виде сюжета. Вот сейчас намекаю на то, что мы его увидим в ближайшее время. А я и хотела сказать, что, понимаешь, профессионал во всем, Данил Мушковец. Он прям вот почти, можно сказать, подвел к следующему сюжету. Ну, а мы, дорогие друзья, рады вас были приветствовать в студии. Спасибо вам большое, что вы проснулись сегодня вместе с нами и со всей страной в обновленной студии программы «Добрая Раинца Беларусь». И ждем от вас потрясающие, интересные сюжеты. Как вы умеете? Спасибо вам большое. Спасибо. До встречи в эфире, что ли? Еще раз доброе утро. Ну, а мы напоминаем у нас здесь, на новых диванчиках, в обновленной студии программы «Добрая Раинца Беларусь» были наши потрясающие корреспонденты. Итак, это Матвей Личонок, Наталья Хомич, Данил Мушковец. Хорошего дня плодотворного вам пожелаем.